Спустя 12 лет после выхода оригинальной игры Metro 2033, народные умельцы не оставляют попыток привнести в нашу любимую вселенную что-то своё. Будь то в виде модификации для оригинальной Metro 2033 или воссоздания мира игры на базе других проектов. Каждое из этих направлений позволяет игрокам взглянуть на вселенную под другим углом и получить новый игровой опыт. И несмотря на то, что ещё есть куда расти и над чем работать, сам факт того, что дело народных умельцев живёт и развивается, уже радует. Но сегодня не о них. Совсем недавно, сидя в вагоне метро и залипая в очередную невзрачную донатную помойку, я задумался, а есть ли игры во вселенной Metro или хотя бы что-то приближённое на мобильных устройствах? Всё-таки в нынешнее время мобильный гейминг весьма прибыльное направление, и для многих небольших студий это шанс заявить о себе. Полез я, значит, в магазин приложений и наткнулся на пару довольно интересных работ, которым, собственно, и посвящено это видео. Ну что ж, не буду больше затягивать. Усаживайтесь поудобнее, а я вам сейчас расскажу, что из себя представляют эти шедевры игростроя. Поехали! Итак, первая игра на сегодня не абы какая, а разработанная при участии автора вселенной Дмитрия Глуховского. По крайней мере, так говорится в описании проекта. Называется сие творение Metro 2033 Wars, и представляет оно собой трёхмерную стратегию. Концепция игры довольно тривиальна. Выполнять квесты, двигаться по сюжету через цепочку сражений. В игре имеется глобальная карта метрополитена. В каждой локации находится отдельная станция. Эти локации можно захватывать, вводя в них войска. На станции можно заниматься менеджментом отрядов, нанимать бойцов, возводить постройки и держать гарнизоны. В окнах дипломатии есть возможность объявлять войну или подкупать другие мини-государства подземного мира. Постепенно выполняя квесты, игроку открывается доступ к новым станциям. Теперь, что касается боёвки. Реализована она в виде трёхмерной арены. Противники сражаются, стоя на одной позиции. Однако, здесь они могут перемещаться в соседнюю шеренгу, если противника в ней нет. Побеждая, бойцы получают опыт и, как в ролевых стратегиях, становится лучше. Получают новые виды атак, бафы и пассивные навыки. В игре представлена своя сюжетная линия, но, если честно, я в неё не особо вникал. Да и на самом деле, игрушка довольно быстро наскучивает, несмотря на обширный функционал. К тому же, проект откровенно подталкивает к донату. Короче, если вы любитель игр подобного жанра, то в принципе, позалипать пару вечерочков в неё можно. Но не более. Что у нас дальше? А это у нас метро-игра «Сталкер. Охотник на зомби». Да, это название игры, и несмотря на его упоротость, всё-таки стоит признать, обложка у игры завлекающая. Установил я данное творение и с места в карьер отправился в приключения. Никакого главного меню, обучения, не, всё это для слабаков. Игра представляет собой незамысловатую аркадную пострелушку. Игровой процесс построен на беготне по локациям и уничтожении толп зомби. Также есть инвентарь и, соответственно, возможность подбирать различные предметы. В общем, как вы поняли, проект «Звёзд с неба» не хватает. Кроме того, он наполнен типичными для подобного жанра проблемами, в виде кривого управления, багов и слабой оптимизации. Отдельно отмечу стрельбу из пулемёта. Думаю, этими моментами авторы пытались как-то привнести в геймплей разнообразие, но стрелять с него, имея такое плохое управление, это тающая задачка. Визуальная и звуковая составляющие также не вызывают восторга. Унылая графика, слабые анимации и вдобавок однообразный дизайн уровней. Здесь стоит отдать должное, разработчики постарались наполнить локации объектами и деталями, но всё-таки этого мало. Целостного сюжета в игре также не наблюдается, ровно как и хоть какой-то атмосферы и духа вселенной метро. Из общего и то с натяжкой, здесь разве что сеттинг. Всё остальное с 20.33 не связано ровным счётом никак. И что же мы имеем в сухом остатке? Поиграть в метро игра «Сталкер. Охотник на зомби» могу посоветовать только тем, кому совсем нечем заняться в этой жизни. Лучше на мою телегу подпишитесь, полезнее будет. Идём дальше. Зона Shadow of Limansk Последний проект, о котором я сегодня расскажу, называется Зона Shadow of Limansk. И несмотря на то, что в названии игры нет слова «метро», в ней есть немало схожего с оригинальной игрой. Что уж говорить, первые минуты игры буквально повторяют поездку Артёма на дрезине Дорижской. Отдельно отмечу визуальное оформление. В игре неплохая графика, также есть различные эффекты. При перезрядке того же оружия происходит размытие фона. Также порадовала озвучка персонажей. Буржой, ты мне мою ласточку не тронь. Знаешь, сколько она уже повидала? Сюжет здесь это, по сути, гибрид истории Сталкера и Метро. Как, в общем-то, в целом сама игра. Из минусов здесь не самое отзывчивое управление, часто выскакивающая реклама и кривой баланс. Как вы поняли, назвать это творение лучшим, во что я играл, уж точно нельзя. Но покатать в эту игру можно. А делать это или нет, решать только вам. А вообще, как говорится, всё новое, это хорошо забытое старое. Метро 2033 во Вконтакте, та штука, в которую я в своё время немало залипал. Думаю, вы тоже. Ставь лайк, если в детстве тоже катал в эту легендарную игру и оставлял своим корешам надоедливые посты с просьбой зайти в игру и что-нибудь отправить. Эх, ностальгия. Ну а на этом всё. Пишите в комментариях, какие ещё проекты на мобилках по тематике Метро заслуживают внимания. С удовольствием почитаю. А с вами был Рик Вайтл. Всем удачи и пока. Субтитры подогнал «Симон»!